Теперь последний вариант. Кто знает такой балетный термин, как называется балетная кухня, при которых балерина может танцевать в классический итальянский балет, не классический русский балет, фуанка, совершенно верно. Именно так, при этом опора на самый кончик большой фэнс. Смотрим. Это первое отдело, это второе отдело. Дальше кисть к стопу должна пойти. Смотрим. Запясть и песть, плюс на плюс на. А дальше? Дальше пальцы должны идти. Вот стоят вот так. Скажите, в чем отличие от пальцев хождения? На кончиках? Да. На кончиках и нет. Вот какая опора. На самый кончик каждого пальца. Такой способ движения называется паланка хождения. Итак, стопа хождения, пальцы хождения, паланка хождения. Ну, а теперь представьте себе, что вы ради интереса, не сейчас, сейчас холодно, снег и грязно, а вот как-нибудь летом, вышли на улицу, встали на четвереньки и пошли на четвереньках. Скажите, через два-три шага, что у вас будет с концами пальцев? А вы их разобейте полностью. Понимаете? Ведь давление совершенно чудовищное, особенно при отталкивании, когда вы шаг ногой делаете. Поэтому давайте сначала посмотрим, какие плюсы дает паланка хождения, а потом какая проблема возникает. Итак, а зачем такая нога, может быть, нужна? Удлинение рычага. Да, максимальное удлинение рычага. А это значит, паланка хождения переходит в какие специалисты? Ублистые бегуны. Да? Самые быстрые бегуны. Вот это логический финал эволюции скоростного бега. Удлиняем ногу, соответственно, увеличивается длина каждого шага. Так, чем шире шаг, тем длиннее быстрее бега. Но какая проблема? Разрушение контактных паланок. Как решать будем? Опять изменяем коготь. Только в случае древолазания коготь у нас становился плоской пластинкой, не мешающей хвататься. А вот в этом случае во что придется превратить коготь? Копыта. Да. Роговой хупляр покрывает паланку не с одной стороны, как у нас, а со всех сторон, создавая еще подушку вот здесь, в торце. Такая конструкция будет называться копыта. Получили. Можете, пожалуйста, повторить, какие виды хождения? Стопы хождения, паланга хождения? Стопы хождения. Пальцы хождения, приматы, еноты, медведи. Пальцы хождения и знакомых для вас сога и кошачья. И паланга хождения. Паланга хождения. Две группы, про которые вы, может быть, слышали, но, к моему удивлению, последние лет пять на этот вопрос не все отвечают. Слова парнокопытные, непарнокопытные, слышали? Да. А кто относится к парнокопытным? Корова. Корова уже неплохо. Коза. Домашнюю скорую лошадь. Парнокопытная лошадь – это сильно. Бараны, козлы, корова или бычья – гарантное название. Так, антилопы, олени. Это все парны, пауэ. И еще одна группа, которая, ну, совершенно не похожа на стройную серну или лань. И даже на корову не очень похожа, да? Свиньи и бегемоты. Нет, славная совершенно другая группа, а славных опытных. Так, значит, что происходит у парнокопылых? А у парнокопылых один лучше редуцировался, а четыре осталось. Но при этом, посмотрите, как они встали на. Два впереди, а два сзади. В результате, сколько копытцев в первичной конструкции такой лапы? Три. Сколько? Да. Считаем. Четыре. Четыре, конечно. Допустим, у свиней вполне остается, у бегемотов вот такая четырехполая конечность. Так? Значит, у оленей вот эта. Теперь, у быков, козер и антилопов. Вот эти пальчики сокращаются, становятся меньше, 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 и перестают касаться земли. Они даже копыт лишаются, и из-под кожи их просто не видно. Так? В результате у них сколько опорных пальцев остается? Два. Только два. А вот теперь фантастичная штука. Десять лет назад зоологический мир был просто потрясен, вы бы не могли поверить в это дело. Значит, ну, смотрите, парноповая. С одной стороны, корова, оленя, антиопы и так далее, с другой, свиньи и бегемота. А теперь прикинем, какая группа более связана с водным или полуводным образом жизни. Вот из парных палок всех. Бегемота. Ну, бегемота, разумеется. Чистые полуводники. Правда, пасти бегемот будет только на суше, но растительность он не питается, питается он прибрежной растительностью. Но и свиньи, достаточно связанные с болотными ландшафтами, то же самое. Фокус в том, что порядка 40 миллионов лет назад была еще одна группа, родственная свиньям-бегемотам, еще более водная, чем бегемоты. Еще в большей степени привязанная к воде, чем к бегемотам. Так? И они все больше и больше приспосабливались к водному обитанию. Сначала на берегу ходили только для размножения, а потом размножаться стали в воде. Догадайтесь, кто это. Киты. Китообразные. Китообразные. По современным представлениям, значит, находится в эволюционном древе ровно между бычьями и свиньями. Хотя ясно, что ни дельфин, ни кит, ни на быка, ни на свинью не похож в современной, ни с одной стороны. Но данная ТНК показывает совершенно несомненным. Ну и известные остатки из копажных портных древних. Итак, мы говорили, что у парно-палок четыре опорных пальца. Теперь не парно-палок. И в самом начале редуцируется пятый и первый луч. Вот так. Сколько остается? Три. И одна из групп непарно-палок так и остается на трех опорных пальцах. Это кто? Знаете такую свинью? Носороги. Носороги – это непарно-палок, и у них три копыта, три опорных пальца. Классно. А у другой группы непарно-палок боковые пальчики стали уменьшаться, 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 уменьшаться. Потеряли зацеп с землей. Сколько опорных пальцев осталось? Один. Один. А это кто? Осло лошади. Эклиния. Да. Еще раз? Жирак. Нет, жирак, парно-палок. Спасибо.